Палец покажите. Как она привыкла уже. Третье есть спокойно. Живот на это можно привычить. Лаской. Лаской, лаской. Собачку привычить. Галина Александровна спрашивает. Завтра праздник. Работать нельзя. Я отвечаю. 12 июля. День Петра и Павла. Это не праздник. Памятная дата. Какой праздник? Ему голову отрубили. Павлу. А Петра вниз головой распятый на кресте. Он сказал, я не достоин, а я распятый, как мой Господь. Но они умерли в разные годы. А церковь так соединила. Назовала их первой горховной апостолой. Этого названия тоже в Библии нет. Они имеют равную благодать, но среди них тоже кто-то старше бывает где-то. Ладно. Памятная дата. Наташа, ты чего? А можно поспать подольше? Можно. Смеется Галина Александровна. Довольная вижу. Ну ладно. Пускай спят. Ну вот понимаете? Я дальше говорю. Вот человек каждое воскресенье говорит, надо расслабиться, подольше поспать. А исследования люди ведут. Не просто так, а ведут. Я сам из тех людей, которые любят анализировать что-то, цифры водить. Я очень любил математику. И поэтому процент могу вывести какой? Как оно нам нарушено, почему? И вот здесь. Если человек меняет ритм, в воскресенье подольше поваляюсь, это вредно для здоровья. Мне толковать не надо. Я не могу объяснять это. Я доверяюсь. Сам знаю это. Я работаю ночным с ним. Прихожу и ложусь. Кажется, два-два раза так говорю. И на голову. Сейчас, полтора. У меня стала кружиться голова. Я на высоте мог, где угодно и даже не нужно было. А тут я больше ложиться никогда не стал. Никогда. А так подушки под спину. Откинулся. Больше еще не надо. Потом я считаю это. Считал, у Ляна, надо дали еще. Там и сапки и тон, кажется. И оказывается, они так делали. Я находил эти выходы или объяснения. От того, что было. Заново изобретал велосипед. Но я не изобретал. Я организм мне подсказывал. Я больше никогда не ложился. И голова уже никогда не болела. А то болеть стала голова и кружиться. А что я вам сказал. Воскресный день лучше, если, конечно, дождя нету. Лучше встать, позаниматься и прочее. Вы лежали. Сонность ваша была и правильная. Но до семи оказывается, вы начали ритм на второе полугодие, так скажем. Неполезный. Вот я говорю. Кто поверил тому, что я говорил, и хочет делать так, как я сказал? Кто хочет? Вот поверили мне, что в воскресенье вставать, как всегда, в пять. И вопросов нету. Я найду работу себе. Не работаю. То есть гимнастикой позанимались Словом Божьим. И что расслабиться, подольше, поспать – это вредно. Кто мне поверил? Не все. Вы вам поверили? Вы вам поверили? Я один раз только. Я один раз прочитал, и на практике это все... Я вот что считаю, стараюсь на практике испытать. Кто хочет творить волю мою, тот узнает. От себя я говорю. Иисус Христос сказал. Я потом это нашел. А что вы проверили? Но мне очень нравится Карл Марс. Я решил узнать. Правильное его учение? Я тогда изучаю его все, труды его. И начинаю поступать. Я вижу, умные, хорошие. Ну, заканчивая-то ничем. Нету. Гэнгеса, Ленина, Сталина. Вот как было. По мере маленького масштаба своего. Из всех, конечно, из всех самые умные, другие городов. Из развалин подняться в страну. А не нашу великую державу, по-моему, попросят, как Горбачев и Ельцин. А тут именно инфляция. Булка хлеба уже стоила не марку, как раньше, или полмарки, а 3 миллиарда. Деньги стали мерить кубометрами. И он пришел на разруху. И все поднял. На первое место мерить вывел. Я стал смотреть, считать. Выполнить не могу, но стал считать. И вижу, действительно, очень и очень умный человек. И очень любит свою нацию, нацизм. Нацию. Самый умный человек, может, после Христа пришел на землю. При одном условии. Что Бога нет. А если Бог есть, то это был человек от дьявола. Как уничтожить полностью всех евреев, там, сыгранную. И что он делал с другими нациями-то, где концлагерями все покрыто. Хотя в России было сотни раз больше лагерей. Верит или не верит? Бога. Так он народ вывел. Народ вывел. А ты знаешь, что он строил дороги, и народ стал жить лучше, и каждый год на лучшие курорты мира все обязаны были побыть. Люди-то ахнули как-то. Ходили, есть нечем, а теперь на курорты едут. Олимпийские игры устроил и первое место везде занял. Но негр занял в беге первое место, он в руку не подал. Он принципиарный был. Но куда он привел людей? В конечном счете к разрутии, к насилию, к убийству, к уничтожению буквально нации. А дьяволы? Дьявол – Бог из-за человека. Так. Вот хочет узнать творить волю. Кто знает, от Бога ли это. Я мысленно прохожу. Я мусульманин. Я буддист. Я считаю всю литературу и себя представляю. Изучая, как они делают, я опытным путем шел это. Все конспектирую. Возьмем у меня 18-й пол, Коран. Коран – это священная книга для мусульман. Куран зовут. Я каждую суру, главу и каждый аят, стих, провел в сравнении с Библией. Насколько можно ее насчитать? Сколько она меньше? Она меньше Нового Завета. Я не цену как до тридесятых раз. До буквы считал. Знать это дело. И я увидел это, что выполнимо. И вот откуда это пришло и что. Читая Евангелие, я не могу в этом. Самое первое. Не могу. Ударить щеку. Поставь вторую. Попробуй щеченцу. Ударь в одну щеку. Кинжал. Пошел дальше. Кинжал обтер о голенище. Пошел дальше. Читая Евангелие. Я с первой страницы понял. А в это время работал на корабле. На корабле в море. Я считаю. Все от Бога. Мне никто, никто не говорил. Ты поверь. Вот это Евангелие. Я его не знал. Слово Евангелие. Я в руках не держал. Но я стал только считать. И мы дали его. Положили на стол. А сами обедать пошли друг в комнату. Когда они зашли. Ну. Полчаса. Я уже готовый был. Я сразу попросил молиться. Все. Мое покаяние совершилось. И начался новый путь. Я все время жаждал. Искал. И для меня это были не буковки какие-то. Она в это время и так ничего не слышит. И ты вот с кружкой вещи слышишь. Ничего не будет. А Наташа продолжает еще. Ей это не надо. Понимаешь почему я обратился. У меня внутри все горело. Я искал. И первые слова. Авраам родил Исаак. Я понял. Что мужик не рожает. Я не знал что счет идет. Родословно только по мужской линии. Рождество Иисуса Христа было так. Прежде не рождество меня сочинались. Сочитались с Девой Марией. И оказалось что она. И так далее. Я выписал. Следующий стих я не стал выписывать. Я считаю и дальше. И вижу выписывать нельзя. Это все божественное. Когда они зашли. Я уже на горную проповедь читаю. Читаю. Для меня это как будто трубный голос. Небо говорит. Это Бог говорит. Это не бумага и буквы. Это Бог отпечатал и дает мне. И в этот день. А корабль-то на ленде стоит. И подходит лосковский катерок. К него садимся. Не лосковский. Свой там был. И довозят до корабля в определенные часы. Я такой. Первый борт. А борт такой не сплошной. А там дырки. Чтобы вода как попала. Чтобы она вылилась. Фальш борт называется. Я только перешагнул с этого страпа. И первому матросу стал говорить о Христе. Я не хочу. У меня источник воды живой. 7.37. Евангелие от Иоанна. Ищи его по тюрьму третьей воды живой. Я стал сразу говорить. А учиться в мореходном училище. У меня сразу на заметку, на крючок пошла работа. Я делюсь тем, что есть. Надо искать всегда полезное. А полезное не всегда бывает приятное. Полезное не всегда приятное. Вот я сейчас буду предлагать. Ну вот. Где-то мы отдельно. Шоколадку вам. Или большую луковицу. Что возьмете? Шоколадку. 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 Мариант еще подготавливает. Без лукавства. Без лукавства. Без лукавства. Без лукавства. Даже без зубы. И тот поднимет руки и встает. Без лукавой луковицы. Я сегодня это все подговариваю. Я в прелюдии, предисловия пишу. Что мы не будем работать. Я уже сказал слово. Назад я не могу уже пойти. Второе. Можем пойти по ягоды. Туда где были. Сегодня за ночь там много поспела. Там мелкая трава. Но у меня другой вариант есть. Некоторые уезжают. Некоторые уезжают. На сколько ты уезжаешь, Сергей Стив? Ну, после обеда по обеду мы поедем. После обеда. До обеда он свободен. А дальше здесь прошить не буду тащить с собой. Как паук. Пойти на Рыжковский пруд. Некоторые его никогда не видели и не знали. Что вы там делали показать? Нет. Рядом там есть ягоды. На бугре, где мы обедали. Там я ходил в это время и смотрел и ягоды видел. Ягодник. Сегодня там ягоды. И там небольшая трава. А с этой стороны. Сегодня Маша говорит, мы ходили там с Марком. Ну, там большая трава. Зеленая. Зеленая означает, где выберут, а там только начнет поспевать. В этом преимущество. А где? Вчера ходили. Вчера. Куда? Маша ходила вчера. Она мне сказала. Она зеленая была. А на дамбу даже не зашли. Она мне нужна. Посмотреть дамбу. Посмотреть. Самый большой канал мы здесь прорыли. Марина, помнишь, что я тебе сказала, шагами мерить? Да. Ты промерила и говоришь, двадцать два. Помнишь? Это без того кусочка крыло. Ну, двадцать два. Когда мы привезли туда это сажень, я с саженью прошел. Оказалось, тридцать два. На одну треть ошиблась. Шаги короче. Но дело в том, что твой труд там очень большой. И участвовала, и копала, и подносила. Да благослови тебя Господь. Спасибо. И вот мы там на это пойдем. На ягоду. Если там ягоды не берем, с собой берем ведерки. Это не тяжело. В руке несете и туда кружки. Там кружки в руки. Ты отвечаешь за Леву. Ты отвечаешь еще за кого-то. Чтобы каждый себе взял пару. У кого кружка? Каждая. Каждая. Туда идти? Ну, потеряли. Все, нету. А в следующий год находим кружки иногда. Мы спустимся вниз туда опять. Не заходя в деревню, повернем туда, где вы купались. Когда вы пошли второй мостик. Но не доходя до второго мостика, мы свернем влево. Там ягодник есть. В прошлом году уже ягоды нигде не было. Там все было ягоды. Интересно будет. Бондозерис работает? Ну, вот что сделать? Ему работать надо. Ну, я пойду. Сначала ему наберу. Угощу. Так он до того доволен. Угощу. А потом пойду сам. Ну, я то еще. Я записываю только. Покажу куда. А рощаги-то дергают. А вот. Ну, настолько ему было заразительно, что я делаю. Представь. Он дорожит каждым рельсом. Но заехал на плантацию солодки. Корень солодки-то. А его копать попробую. А он как его ковырнул и тащит, а у него не выпадает. Я прям перед самым ножом у него успеваю выхватывать. Второй раз едет. Так он что? Выскочил из трактора и давай мне помогать. Из кабины выскочил, и давай помогать солодку. А солодки мы набрали сколько-то мешков. Ну, я не знаю. Еще здесь полно. Мы всем так много давали священнику и епископу послали. Пучками. Никогда в жизни я даже не видал столько. Ну, где-то есть промышленные изготовления. Там они ее стеют и там копают, перерабатывают землю и прочее. Так вот это я про этого говорю. Я в это время раз влево, а там у самого луга хорошие ягоды. Мы там его можем побрать. Попутно вы увидите. Возьмем с собой видео. Что-то услышите. Фотоаппарат, сфотографируемся. Дальше. Я вам это предлагаю. Другое ничего не предлагаю. Сидите дома. Какой вариант избавиться? Пойти. Пойти, чтобы было путешествие. И одновременно ягоды. И наелись досыта. И принесли. И в обед уже дадут с молоком клубнику. Нет. Давайте разделим. Купаться. Купаться. Девочки остаются в доме, а мальчики... Нет. У нас нет этого. Нет, нет. Он один не идет кино, кино не будет показывать. Все 100%. Нам это не надо разделять. Нам с Мариной нужно дома остаться. Мы хотим порядок навести. У нас уже очень грязно в доме. А что делать? Нужно подместить. Входим, вернетесь. Тогда будет. Все до одного уходят. Избушка на клюшку. Подоплевку. Уходим. Пока тут со стола упирают. Убьезда. Показать защитно-коронную службу. Тут недолго. А мы тоже хотим, Сергей, смотреть. Я сколько лет езжу, ни разу не видела защитно-караульную службу. Всегда посуду мою. Кто видел? Ты уж как-то это... Подместить нас после обеда покажешь караульную. Сережа, а где будешь показывать? В какой-то... А, мы уезжали. Где здесь? Вот здесь вот комнате или... Да вот, вот здесь. Вы можете прямо... Да, это деревощее. Да, прости. У меня что-то такое такое. Собороцент. 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 А когда ты поедешь какую-то отдельную? Ведешь, а потом сразу же соберешь, поведешь ее туда. А на машине к нам подрежь на расширский фронт. Собаку он мне даже показал. Как ты берешь, как ведешь, как ты вчера закладываешь туда. Потом едешь, купаешь и возвращаешь. От момента, как с первого, ты берешь руки и дальше снимаешь. Все заснять. Это пример урок. Сначала покажи, что ты хочешь, а потом что я говорю? Говорю. Это Володя тогда со мной съездит, покупает, а потом туда. Приедем с Володей туда. Да. Заснимешь или нет с тобой аппарата? Так. Вопрос решен. Через сколько уходим? Нет. Через полчаса. Через 30 минут. Женщина состоит из паспорта, тела и платья. Когда вернемся, надо уйти и нам освободиться. У нас какие-то дела еще. Что мы наметили? Мы вернемся. Первое, что мы делаем сейчас, как раз и уменьшим. Сергей Павлович показывает работу собак. Я сейчас покажу. Прямо сейчас ты собаку покажешь, опять отбудешь и начнешь снимать, покупать. А мы сразу увидим. Боже, слава тебе. Милосердный Создатель. Мы благодарим за милость и за любовь, которую ты оказываешь, с твоим словом Титом и Тебе. Благослови нас и исполни благодати Духа Святого, как апостол, чтобы Слово Твое через нас распространялось в неповрежденном Церкви Христовой. Тебе, Господи, слава, Отец, Сын и Святой, Аминь. Аминь.